Итак, дорогие друзья, сегодня будем делать пирожки, но не простые, а золотые. У меня есть вот тут 300 граммов творога, жирный творог 9% ну не самый жирный бывает еще, жирнее. Но самое главное, что он должен быть не кислый, вот в чем дело. Будет кислый, будет не так вкусно. Я люблю прям сливочный вкус, поэтому стараюсь, чтобы сладкий был творог. У меня есть сыр, можете взять любой, главное, чтобы он был мягкий. Сыра должно быть 50 граммов на 300 граммов творога. Если сыр слабо соленый, ну знаете, нейтральный такой, можете добавить соли. Но перец нужно добавлять сюда обязательно. Соль, чуть-чуть добавлю. В принципе, в начинку для пирожков можно добавлять все, что угодно. Вообще, все, что угодно, все, что у вас есть под рукой в холодильнике. Но у меня, как вы догадались, будет зелень. Поэтому, по сути, вот знаете, когда вот хачапури по-аджарски делают, вы, наверное, замечали, что у одних поваров хачапури по-аджарски тебе принесли. Если ты в первую секунду не успел его сожрать, пока горячее, потом сыр такой тянется, и ты думаешь, блин, жевать его как жвачку. Это происходит в том случае, если сулгуни не перемешивают с эмеретинским сыром. Когда перемешивают сулгуни с эмеретинским, эмеретинский не дает сулгуни застывать и тянуться. Он получается рассыпчатый. Я сам нарывался в грузинских ресторанах, прям, таких поваров, которые делают только сулгуни. И он тут же деревенеет, и тут же начинает тянуться и превращается в резинку. В общем, если сделать только сыр вот такой вот мягкий, монцареллу, гауду, там, эдамер, эдам, если только такой сыр российский, с ним сделать пирожки, тогда они быстро задеревенеют, и вам будет тяжело их есть. Мешаем с творогом. Творог не дает сыру застыть. Ну, сыр застывает, но так как творога много, то получается супер. А, что я делаю? Кинза должна быть со стеблями. Отрезаем только там, где песочек. Все остальное мелко режу. Прям мелко-мелко. У меня зеленый базилик, кинза и петрушка. Можно сюда добавить тархун. Можно добавить красный базилик. Можно добавить сюда хмели-сунели. Сушеную пряность. Потом можно добавить любую другую траву. Укроп, если есть свежий майоран или орегано, тоже можно. Розмарин, если только 4-5 иголочек, потому что он горький, будет горчить. Не сможете есть. И очень сильная ароматика. С ним надо быть очень аккуратным. Тимьянчиком можно так, знаете, тоже в аккуратную часть. А вот такой зелени, нашей, можно прям безграничное количество. Чем больше зелени, тем вкуснее. Итак, немного масла. Как бы сказали грузины. Кахетинское масло самое вкусное. Я с этим полностью согласен. Но добавил небольшое количество обычного растительного. Подсолнечного. То есть. Все. Теперь перемешиваю. Солить чуток надо. И чуть больше масла. Оп. Заодно пусть постоит, ароматизируется. Две минуты. Ну и как вы уже догадались, фаршировать мы будем лаваш. О. Как интересно сделано. Он порезанный. Ёшкин матрешкин. Ладно. Справимся. Ну а такое, что покупать больше не буду. С другой стороны, может быть оно и к лучшему. По швам лопается. Нужно быстро. Воды в нем мало. Сохнет моментально. Кладем вот сюда начинку. Наискосок от этого угла. Теперь заворачиваем этот край вот сюда. Выравниваем. Теперь вот сюда. И вот сюда. Чтобы лаваш крепко держался и не разваливался. Мы должны его намазать яйцом. То, что он сильно названивает. Сюда можно положить все, что угодно. И превратить все это в такие, знаете, закусочные, в такую закусочную историю. Я вас уверяю, что такого размера конвертик самое то. Таких не надо сотню. То же самое делаю с остальными. Как только все пирожки сформированы в зависимости от количества начинки, начинаем их обжаривать на сливочном масле, смешанном с растительным. И вначале нужно обжаривать со стороны шва. Ну вот последнего кусочка. Значит, кусок сливочного масла, растительного, чуть-чуть, чуточку, чтобы снизить, чтобы снизить температуру горения сливочного масла. Чтобы наши пирожки были не коричневые, но хотя бы золотистые. Все, швом кладем вниз. У меня даже большая сковорода, но даже в нее больше двух штук не войдет. Как только я возвращаюсь к моим лепешкам, они получаются вот такие вот золотистые. Вот до такого цвета их нужно жарить. Значит, так как в лаваше нет воды, жарится он довольно быстро. Я бы даже сказал, он не жарится, а что делает правильно? Он сохнет. Он высыхает и становится хрустящим. Чего и требовалось доказать. Сметану, любой соус. У меня здесь секретный соус, но все-таки охота макнуть что-нибудь. Хотя, если вы, в принципе, добавите туда разного всего, знаете, жирненького, там, может быть, немножко сливок жирных, чуть-чуть горчицы, немного семян кунжута, можно сюда добавить еще майонеза кто-то добавит. Ну, в общем, здесь вариаций масса. Главное, что это хрустящее, и внутри тянется сыр. Да, творожок расплавился, зелень нагрелась. Ах, он ароматный какой пирожочек. Слушайте, ну вкус очень простой, конечно. Да тут и что, и мудрость, и лукаво. Да тут что, искать чего-либо. Можно соусом барбекю добить. Кетчупом. Не люблю краешки, потому что там начинки нет, а просто тесто сжать не люблю. Даже Алиса пришла, непонятно, да скажи? Почему без меня все это происходит? Ну, послушайте, ну. Эта штука на коленке делается. Начинка из чего угодно. Это ароматно, быстро. Вот я половинку, вот еще чуть-чуть не доел. Я понимаю, что мне вот одной штуки будет достаточно. Она вообще калорийная. Если это вкусный соус, попробуйте ленты потоньше делать. Треугольничек поменьше, чтобы их было больше. С другой стороны, большие треугольники быстро делаешь. Раз, пять больших. Или десять маленьких. Там, пик-пик-пик-пик. Все, хороший соус к ним. И закуска мировая. Реально, мировая закуска. Без проблем. Каждый сможет приготовить такую штуку. Каждый вообще, каждый. Ну и все это для вас. Приятного аппетита. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok